Неделя в цифрах. Никита Кричевский, Сергей Криньевский в студии, Никита Александрович. Да, да. Ну, что вы хотите сказать? Пока мы слушали новости, Сергей Андреевич, вы абсолютно верно заметили по поводу школы. Мне только не нужно рассказывать о том, какая там ситуация, потому что я-то вообще-то заведующим кафедрой был, и профессора получал больше заведующим кафедрой, и я знаю, сколько там получают люди. Сколько получает руководящий состав, ректора, которые-собственники, в кавычках, и сколько получают простые преподаватели. А потом вы удивляетесь, почему у нас такое низкое качество высшего образования в стране. Да потому что всё идёт наверх, на самый верх. Как губку, да, всё затягивает. Я вам говорил, помните, в шестом или в каком году один из ведущих вузов страны получил по нацпроекту 250 миллионов рублей? И тупо все деньги отправил на помойку, наобнал. Ну, тут же. Но я так понимаю, Эльвира Набиулина сейчас сделала так, что особо не обналичишь ничего. Ну, знаете ли, мы с вами с чего начинали? С того, что свинья грязь найдёт. Там есть ещё одна поговорка. Мир не без добрых людей, Сергей Андреевич. То есть попроси тебе помогать. Конечно, конечно. Вот. А потом получается, что... А вот старший преподаватель или кандидат в науку получает там 10-15 тысяч рублей. Ну, вот и вы будете работать за эти деньги, будучи, например, в Москве. Ну, это невозможно. Только если на нескольких работах. Если только на нескольких работах. Уматываться, убиваться, сбивать дешёвую обувь, бегая с одной работы на другую, это да, это нормально. Но это для увлечённых людей, да? На пяти работах будете работать, дай бог вам хватит денег. Вот если мы говорим о крупных городах. Ну, потому что я знаю, о чём говорю. Вот если бы это было, знаете, где-то, а вот ты про сельское хозяйство начал рассказывать, как нам сеять, чем кури, кормить. Не полезу. А вот сюда уж, извините, я видел неоднократно, куда идут эти деньги. Они идут руководству. А руководство уже знает, как ими распоряжаться. Это по поводу домиков с голубенькими крышами, причальчиков, яхточек, которые, как говорят, местным принадлежат садовничьим. Ну, да ради бога, да ради бога. Я же не о нём говорю, и не о Кузьминове. Я говорю о том, что у нас в системе высшего образования. Ужас, ужас. У меня сын учится в ВУЗе. Уважаемым. Да. И я с ним регулярно общаюсь на предмет того, что им преподают и как это делают. Но в лучшем случае это неудачники. А в худшем случае это люди, которые не соображают то, что они якобы доносят до студентов. А почему? А потому что никто не идёт. В ВУЗы работают, не идут. Мужики умные, успешные предприниматели не идут. Они идут в бизнес, они идут в консалтинговые компании, они идут куда угодно, но только не в ВУЗы. Почему? Потому что а что там делать? Ну, хорошо, в крупнейших ВУЗах заведующие кафедры выше получают солидные, серьёзные деньги. А тот самый профессорско-преподавательский состав. На котором всё держится? Да. Да. А ведь на Западе профессор – это такая прям должность уважаемая. Всё, ты уже обеспечен на всю жизнь. Это кабинет, это возможность спокойно получить грант, это много прочих преференций. Это в разы меньшая нагрузка. Ну, как минимум, в 4 раза меньше в сравнении с нашей. И как минимум, в 4 раза больше оплата. У нас могло быть то же самое. Почему у нас этого нет? А потому что домики с голубыми крышами в районе заведов. Ну, вы имеете в виду, не слишком гармонично всё пока. Но наладят, видимо. Вот я очень надеюсь на то, что придёт Котюков, придёт Котюков, который 5 лет назад... Кстати, ведь изначально руководить ФАНО должен был президент РАН. Форд? Да. А президент уже не РАНа России Владимир Владимирович Путин, судя по всему, принял решение о том, что будет молодой заместитель министра финансов Михаил Котюков. Который там буквально совсем мало проработал до этого. И постал его. И все же говорили, вот он без опыта работы в научной деятельности. Да, я очень хорошо помню, какой это был ужас. И он перевёл на ФАНО всё имущество. И сдача имущества в аренду осуществлялась уже не институтами. Половину... Ой, что-то я не точно сказал. Половину. Вы начинаете опять разоблачать, Николай Александрович? Что ж такое? 10% на счёт, 90% в карман. А всё. Потому что, вы имеете в виду, директор института сдаёт помещение, и полученную деньги, соответственно, там как-то делят. Да, да. А стало, что все деньги идут государству. А ФАНО-то всё равно. А ФАНО-то всё равно. Это как вот, насколько я помню, в ситуации, при которой Карен Георгиевич Шахназаров приходил к руководству Мосфильма, там была ровно такая ситуация. Вот один в один. Тоже сдавались? Чё ж вы, блин, его-то не поносите? Он говорит, ты не представляешь. Только за нал. И только за чёрный. То есть, я пришёл, киностудия голая. И всё бегает, всё прыгает, все суетятся, все работают. А это же не левая какая-то киностудия. Это крупнейшая киностудия России и в Европе. Ну, в своё время, по крайней мере, было. Вот. И он пришёл, говорит, слушай, я не понимаю, что происходило. Ну, потому что все с налом, все говорят, нам заплатить нечем за ковынок. А люди бегают, кино снимают какое-то. Но денег нет при этом. Денег нет ни копейки. Кино идёт, а денег нет. Да, да, да. Вот. Я, говорит, слава тебе, Господи, прошло определённое время, я имел очень много неприятных минут и разговоров с авторитетными, в кавычках, предпринимателями, но, тем не менее, удалось перевести всё на белую. И теперь у меня занал. Никто ничего не приобретает ни в аренду, не получает, ни там оборудование не берёт. Всё только через расчётный счёт. Это было сделано давным-давно. И вот, когда пришёл Котяков и сделал то же самое в системе академической науки, ну, естественно, все тут же начали кричать, потому что, ну, схватили же за хвост. За хвост схватили. Ну, как же так? И всё равно у нас руководство этих вузов и научных институтов живёт припевающе, а сотрудников нет. Сотрудников нет. Вот почему, вы знаете, меня постоянно спрашивают, Сергей Андреевич, а вы профессор какого, простите, вуза? И я говорю, вы знаете, профессор – это должность, но профессор – это и звание. Потому что если у тебя профессор – это должность, то теоретически на этой должности может работать Евгений Альбац. То есть человек вообще без степени. Ну, к примеру. Почему я сказал об Альбаце? Потому что он действительно в высшей школе экономики работал профессором. Точнее, должность профессора занимал. А у меня звание. А что такое звание? Это выполнение определённых ваковских требований, стаж, научные работы, подготовленные аспиранты и прочее-прочее. Я получил аттестат. А вы Евгения Марковну Альбац? Да. Ваковский аттестат. Аттестат просто профессор. При этом профессора присваивают за должности профессора, заведующего кафедры, декана, проректора, ректора, за массу должностей, которые вы можете занимать. И если вы занимаете эти должности, вы теоретически имеете право получить этот ваковский аттестат, профессорский аттестат. Вот я его в своё время получил в будущем заведующем кафедры. А сегодня я понимаю, что... Кстати, вы спросите, а сколько вы получали? Я вам скажу, 25 тысяч рублей. Ну, это в то время было тысяча долларов. Да. Тысяча долларов. Да. 25 тысяч рублей. При этом ты была первая ступень, которая отвечала вот по своему направлению. Ну, просто так всё. Заболел, опоздал преподаватель. Где-то произошёл какой-то конфликт, скандал. Кто-то на кого-то нажаловался. Какие-то ошибки в какой-то научной работе были допущены. Всё на заведующего кафедра. Утро у меня начиналось не с чтения специальной литературы. Казалось бы, да. И написания очередных нетленных публикаций. А со звонка секретаря, Никита Александрович, вы сегодня во сколько будете? То есть не то, что у меня сегодня какой-то академический день, и я сижу и работаю, но, например, в библиотеке. А вы имели на это право, да. Абсолютно. И полное. Не то, что вы будете или не будете, а во сколько вы сегодня будете? То есть вопрос, да, понятно. Вопрос, да, вот ровно так. И я говорил, вы знаете, ну вот у меня сегодня вот такие-такие планы, поэтому я буду в Востоке. А что? А вот к вам сегодня вот это, вот это, вот это. Вот такая работа. Вот такая работа. Сегодня в российской высшей школе приходит Кочуков, и я, честно говоря, между нами девочка, мы ему не завидуем. Ему не завидуем. Потому что есть, конечно, ведущие вузы, как та же самая высшая школа экономики, но ещё бы! Крутейший латифундист по столице. Ещё бы! А есть масса других вузов, где люди действительно живут на гроши. И каких знаний от студентов, которые заканчивают эти вузы, вы хотите? Да их не будет. Никаких вменяемых знаний не будет. До тех пор, пока Кочуков не переломит хребет, системе, которую, к сожалению, мы видим перед собой на протяжении уже, ну, как минимум 25 лет. Такого не было никогда в России. Никогда. Вот то, что происходит сегодня. И пусть это крик души, и пусть это значительная часть нашего эфира, но, ребята, когда вам говорят о том, что нам надо развивать высшее образование, вообще поднимать образование, это не пустой звук. И которые говорят, да ладно, Господи, да чё, ну там научится чего-нибудь, нормально мы его пристроим. Ну да. Вот так и было. То есть на месте научится вы имеете в виду, пристроим, потом мы уже будем обучать, как сейчас это делается. Так ведь и не научится. Читать, писать умеет уже хорошо. А отсюда отставание страны по целую ряду направлений. Да. Так а мы скатимся к любимой Сергею Андреевичу Франции. Там 7% населения неграмотные. Ну, это эти мигранты. Нет. Нет. 7%. Коренные. 7% почему? Потому что там есть право у родителей забирать детей из школ и осуществлять домашнее обучение. Ой, это вообще ни о чём. А почему? Потому что у рабочих рук мало. В сельской местности особенно. Ну вот он научился читать, писать, читать, там калькулятор, то всё подписывается нормально. Давай работать, сынок. Ну и, соответственно, там за это время кто-то должен приходить, чему-то его учить. На самом деле никто ничему не учит. Но вот я вам говорю, что по последним данным 7% французского населения неграмотные. И это коренные, это не мигранты. Почему, вы спросите, не берут мигрантов? Почему они в массе своей атакуют Сергея Андреевича Корнеевского, когда он прибывает в славный город Париж? Потому что мигранты приезжают, подают документы для того, чтобы начать процесс легализации. Их начинают проверять. А проверка занимает много месяцев. А всё это время они должны на что-то жить и где-то жить. И не факт, что им выдадут в итоге разрешение. Факт тот, что они всё это время либо попрошайничают на перекрёстках, либо спят прямо на иллюзийских полях. Вы знаете, насколько они как к ним с добротой относятся сами французы? Я вот это удивляюсь. Они приносят им какие-то булки, деньги. Они могут спокойно... Я никогда не видел у нас... Я не могу себе представить, чтобы у нас в метро в Москве была разложена вот эта кровать, этот матрас, в котором спит бомж. И при этом он может встать, уйти, и вот эту его кровать никто не соберёт и не выкинет. И он будет спокойно лежать и жить там. Ну, это отдельная история, не имеющая отношения к экономике. Ну, либо самое косвенное отношение. У нас тут срочное сообщение. Самолёт Boeing 737 Кубинской авиакомпании разбился при взлёте в аэропорту Гаваны. Ну, это только что пришло. Неприятное сообщение. Да, неприятное. Печальное, да. Будем ждать подробностей. А что касается подробностей из нашей правительственной жизни, чтобы закончить уже эпизод с правительством, вчера должно было быть совещание по поводу пенсионной в кавычках реформы. Почему реформа в кавычках? Потому что повышение пенсионного возраста – это никакая не реформа, а просто повышение пенсионного возраста. Уж извините, последняя реформа у нас была в конце 2001 года. Ну, и вот те виды изменений, которые мы наблюдали в 2014 году, это, конечно, не реформа, а просто некоторые изменения. Вот. Так вот, по повышению пенсионного возраста должно было по произойти совещание, я не нашёл нигде отчёта о том совещании, видимо, его не было. А если было, то без участия прессы никто не знает, во что оно в итоге вылилось и чем закончилось. Вы знаете о том, что есть несколько подходов к вопросу повышения пенсионного возраста. Вы также знаете о том, что нефть у нас стоит 80 долларов за баррель. Ну, хорошо, 79,5. Георгий Александрович, мы ждём 100. Мы ничего не ждём, Сергей Андреевич. Мы 15 лет назад ждали, а потом поняли, что что-то мы не то делали. Не дождались. Да, мы не ждём укрепления рубля. Слава тебе, Господи. Никита Александрович аплодирует стоя и танцует на столе. Вы можете посмотреть это по нашей интернет-трансляции. Вы можете посмотреть по интернету, как я танцую на столе, потому что нефть уже 80. И, главное, люди спрашивают, взрослые, серьёзные, умудрённые уже, с жизненным опытом спрашивают по телевизору. А я ведь не понимаю, когда в тот раз было 80 рубль стоил, точнее, доллар 45. А почему же сегодня 62? Дружок. А когда нефть с 80 упал до 40, ты помнишь, сколько стоил рубль? Вы имеете в виду, сейчас отвязался курс рубля? Да не в этом дело, но просто... Нет какой-то прямой корреляции? Ну, вы хотите, чтобы мы опять наступили на те же грабли? Вы имеете в виду, что на всё плюнуть и жить на нефтяные доходы? Нет, я имею в виду то, что не надо возрождать корреляцию или взаимосвязь. Но она же прямая. Это только у нас она прямая. Я имею в виду, что, ну, посмотрите на графике. Была. Ну, сейчас, да, несколько расхождений. До 2011 года, если быть более точным. Да нет, недавно совсем. Не будем сейчас препарировать ситуацию 2014 года. Скажем о другом. Скажем о том, что то, что нефть 80, а доллар по-прежнему 62, это очень хорошо. Потому что нефть такая штука, что вот даже на нашей с вами жизни, с начала нулевых, она валилась, ну, как минимум два раза. То есть в конце 2008 года, во второй половине, во второй половине 2014 года. Вы хотите, чтобы во второй половине 2018-го точно так же упала с 80, скажем, ну, хорошо, до 50-40. А ведь это возможно в любой момент. Ну, скажем, по этой осени. Ну, к примеру. Ну, почему? Сейчас же, наоборот, какое-то обострение на Ближнем Востоке. То-то Мирсалим, то Иран. Спекулянты беснуются и танцуют на редакционном столе вместе с профессором. Вот. Так у вас опять получится, что рубль был 45, а потом ему опять придётся ловить в районе 80. Но вы-то вообще выступаете за то, чтобы рубль был 100 и закреплённым? Нет, я выступаю за то, чтобы рубль просто был стабильным, чтобы он не шатался, как девка, в разные стороны, на улице под сильным дождиком. Встань и не качайся. Вот удивительное дело. У нас вроде бы серьёзные люди находятся во главе страны и в правительстве. А то, что национальная валюта до сих пор качается, они на это внимания не обращают. Что это рынок, что это экономика, что это доходы спекулянтов, я не понимаю. Вот стоит 62, значит, это 62. Если бы стояло на 70, значит, стояло бы на 70. Но чтобы он стоял стабильно, нужно же постоянно туда-сюда эти интервенции проводить валютные. То есть деньги тратить или нет? Сегодня мы, я говорю, правительство, государство, мы сегодня покупаем очень много валют на рынке. Потому что действительно, если отпустить курс, он упадёт до 50, а может и меньше. Но Минфин сегодня покупает очень много валют. И абсолютно правильно делает. Молодцы. Потом, конечно, эти деньги идут дальше, вы понимаете, в трежерис. И тут мы с вами поговорим к вашей любимой идее, Сергей Андреевич. Так вот, по поводу пенсионного возраста. Да, сообщений никаких мы не слышим, не видим. Вопрос о том, каким образом будет происходить повышение, также остаётся пока ещё открытым. Также понятно, что без отмашки президента никто ничего вам не скажет. То ли это будет 63-65 лет, то ли это будет 60-65 лет. Вариации разные. Там, я так понимаю, ещё разница в скорости набора этой высоты. Вы знаете, всю малину разрушило присутствие, приход Татьяны Алексеевны Голиковой, потому что у неё принципиально иные подходы к повышению пенсионного возраста. Паруин Юрий Викторович был у нас глава аппарата счётной палаты. Татьяна Алексеевна здравый, вменяемый и компетентный в этом плане человек. Она прекрасно понимает, что действительно, ну, нужно хотя бы для виду провести исследование, понять, когда люди стареют и теряют трудоспособность. Потому что, готовясь к нашей программе, я специально выписал... Вы провели это исследование, да, Сергей Андреевич? Нет, у меня нет возможности. Я специально выписал, что говорят отдельные персонажи. Хочется сказать дурным словом. Ну, зачем, Никита Александрович? Уже серьёзная программа. То, что... Как это? Юпитеру? Позволено. Не позволено. Так вот, цитата. Сейчас пенсия составляет около 30% от зарплаты. К 2030 году это соотношение снизится до 30%. Впрочем, ожидание, что повышение пенсионного возраста позволит пенсиям существенно возрасти. А! Неправильно я... Проинтонировали. Да. Впрочем, ожидание, что повышение пенсионного возраста позволит пенсиям существенно возрасти, это иллюзия. Иллюзия, да. Не вырастет пенсия, да? То есть уже. Ну, давайте сразу же говорить. Большая часть потенциала роста пенсии при любой реформе будет зависеть от роста экономики и легализации, занятых в теневом секторе работников. Это говорит замглава Института социального анализа и прогнозирования РАНХИКС. Господин Гордлин. Это один из авторов реформы или изменений 2014 года. Так вот, по его словам, вот я выписывал сегодня из коммерсанта, повышение нужно, иначе соотношение... А вот здесь внимание. Средних зарплат и пенсий неминуемо будет падать. Что касается экономии для бюджета, то сокращение трансфертов пенсионного фонда обернется ростом обязательства перед ним в будущем. Ну, как-то вот так. То есть, понимания нет. То есть, одни говорят, да вот, надо пенсионный возраст, потому что много денег из бюджета. А другие говорят, так сегодня будет меньше, а завтра будет больше. И я, кстати, принадлежу к этим вторым. Завтра будет больше? Обязательно будет больше, это однозначно. Так я почему по поводу 80 долларов за баттельта, Сергей Андреевич? Нет-нет-нет, не смотрите на меня просещими глазами, мы не вернемся к трежеристу, дорогой мой. Да нет, у нас тут у людей и другие вопросы есть. Я к тому, я к тому, что еще полгода назад нас пугали повышением налогов. Но сейчас как-то об этом нет. Потому что сколько долларов за баррель? Вы знаете, сколько рублей за баррель? Рублей почти 5 тысяч, я слышал, уже считаю. Я про доллар за баррель спросил. А, долларов 80, 79, 19. Не важно, а курс рубля и доллара какой? 62, 26. Вопросы есть? То есть деньги в бюджете имеются. И как раз самое время, да, сейчас? Налоги повышать. Необходимости никакой нет. Я так думаю, что и с пенсионным возрастом будем погодить. И если мы с вами доживем до того момента, что однажды кто-нибудь из чиновников идет и скажет, вы знаете, мы действительно что-то пережали, давайте исследование проведем. Наслушались весь ТФМ, программу недели в цифрах, убедили там люди. Будем исследование проводить. Или мы провели исследование, то-то, то-то, то-то. И мы с вами первое что говорим? Сергей Андреевич, где тут стол, на котором мы в очередной раз будем танцевать? Включайте камеры, да? Включайте камеры. Что нас спрашивают? Никита Александрович, до новостей минута. Как дела с криптовалютами? Спрашивают у нас в Новосибирске. Ой, да кому это сейчас интересно, Никита Александрович? Сергей Андреевич, я каждый день слежу за курсом. Восемь с копейками биткоин. Ну и бог с ним. Я удивляюсь, почему до сих пор его публикуют этот курс. А кому он интересен? Главный вопрос сейчас про бензин, Никита Александрович. Что такое? Ну, в Москве, по крайней мере, не осталось бензина, литр, который стоит дешевле 40 рублей. Да. И у нас, как всегда, растёт курс доллара, дорожает бензин. Растёт цена за баррель, дорожает. Падает, цена за баррель, дорожает. Остается на месте, тоже дорожает. Дорожает. И у нас один слушатель, хотя мы совсем не затрагивали эту тему, уже полтора часа пишет свои соображения на этот счёт. И я думаю, что он не единственный, кому это интересно. Тем более, сейчас люди на дачи едут, может, некоторые заправляются. Давайте после новостей, может, пару слов. Сергей, вы потрясающе гибкий, восхищаюсь вашими знаниями. Я думаю, сейчас, скорее всего, перепутали, это про вас. Ну, да, новости. Неделя в цифрах. Ну что, Никита Александрович, вернулись мы. Ну вот вы хотите пару слов хоть про бензин-то скажите нам? Ну что, расстраивают? Люди пишут, какие 40, он сейчас заправился по 45. Ну, 40, это, я думаю, самого низкого октанового числа. Ну, вы знаете, это надо спрашивать не у Никиты Александровича, а у Антона Германовича Силуанова. Почему такая история с бензином? А он специалист по бензину. Ну, потому что в цене бензина непосредственно нефть составляет порядка 10%. А львиная доля – это акции за налоги и прочие государственные отчисления. Плюс ко всему, государство сегодня создает условия, по которым нефтяникам выгоднее гнать какие-то нефтепродукты за границу. Тем самым искусственно оголяют внутренний рынок. То есть вы имеете в виду покупать за границей готовые нефтепродукты, чем производить свои? А, продавать. Конечно, конечно. То есть высокий передел. Высокий передел. И почему таким образом меняются акцизы и почему растет налог на добычу полезных ископаемых, это надо спрашивать у них. Почему это происходит, мне тоже непонятно. Ну, я вообще-то автомобилист так же, как и вы. И автомобилист, и экономист, Никита Александрович. У вас все сошлось, по идее. Но вы знаете, лет 10 назад, наверное, это была такая массовая дискуссия, так же, как и стоимость автомобильных дорог. А потом мы как-то все поняли, что плеть у буха не перешибется. Дискутируй, не дискутируй. Да, все равно цены будут расти. А это одна смс-ка пришла по поводу... А нет, вот сейчас, смотрите, много пришло к нам уже. А по поводу остальных, да по поводу пенсии. Да. А по остальным по поводу пенсии. Зачем вкалывать, если останется ваша формула расчета пенсии? Вы сами пробовали по баллам сделать подсчет? Прежде чем говорить о возрасте... Ну, вот это, знаете, метрский тон, когда вы вот сидите у себя, тыркаете, клацаете по экрану вашего смартфона. Это, конечно, круто, да? Ну, вот вы послушайте, как это звучит. Прежде чем говорить о возрасте, решите вопрос о методике расчета пенсии. Дальше. Вы можете дать гарантии, что выйдя в 60, пенсии все равно будет не больше 18 тысяч рублей? Спрашивает Алина из Санкт-Петербурга. Ну, это культурная столица. Тут, видимо, по-другому и не принято разговаривать. Тем не менее, мне кажется, надо все-таки более уважительно относиться не к ведущим. Ведущие это, ну, чуть постарше уборщицы, наверное, а то и наравне. А вообще, как к окружающим. Ну, не разговаривайте с ними в таком тоне, как будто вы баронесса, герцогиня или потомок человека, который зимний брал, ну, или охранялся в вашем. Не суть. Смотрите. Нет, я не могу рассчитать пенсию по баллам. Не могу. Почему? Потому что баллы определяются, стоимость ставят. Ну, по баллам рассчитать без проблем. Но стоимость балла определяется правительством. И определяется она ежегодно. И сегодня, если проецировать стоимость пенсионного балла, там, скажем, на 10 лет, это значит заниматься даже не гимнастикой для ума. Гимнастика для ума развивает ум. А это просто тратить время впустую. Конечно, никто это не сможет сделать. Да, вот до 14-го года это можно было сделать, потому что там формула была более-менее понятна и прозрачна. Сегодня это невозможно сделать. Вот почему это было сделано? Потому что надо было сэкономить на трансферах из федерального бюджета в пенсионный фонд. А это было сделано. Это было сделано. Вот господин Гортлин – это один из тех, кто разрабатывал новую пенсионную формулу. Этот человек рассказывал, по-моему, несколько лет назад на одном из эфиров, на небольшом региональном телеканале в Москве. Меня пригласили с ним поговорить. Ну, в хорошем смысле. Ну, подискутировать иметь. Да-да-да. Конечно. Ну, это у вас подискутировать, у молодых, умных и продвинтых. А у нас по-старому, по-стариковски. Поговори. Ну, в общем, два раза он выбегал из студии. А его возвращали, что ли? Обычно у нас один раз выбегаешь. Уже тебе спасибо, до свидания. Ну, вот когда он второй раз вернулся, мы тоже все удивились, ну, подумали, что, ну, убежал человек, убежал. Вернулся. И через минуту-полтора убежал второй раз. И очень кричал, что он сейчас всем позвонит, и все руководства этого канала позвонят, и что эту запись нельзя поставить в эфир. А вы там антисоветчину гнали, что ли? Нет, я начал задавать ему вопросы по поводу его пенсионной формулы, по поводу того, почему она не стыкуется, как вот с этим быть, а как с тем быть. То есть главная проблема в том, что формула неправильная. Вообще просто. Я говорю, вы знаете, я подставлял в эту формулу там вот то-то, то-то, то-то. У меня получалось, что выгони вот так, так и вот так. Ну, к примеру, там, не служить в армии, не иметь детей. Ну, это вот тогда, когда... То есть она стимулирует совсем не то, что ты должна. Абсолютно. Абсолютно. И я говорю, ну, как же вот вы получили там... Кстати, а сколько вы получили из бюджета на разработку? Так может, не из бюджета, а на деньги Госдепа. Ну, да. Вредительство. Ну, в общем, вот это вот вы, а я человек все-таки другого склада. То есть вы не подумали о Госдеп? Я про Госдеп даже не вспомнил. Там бюджетное финансирование было. Ну, вы говорите, что меньше разжали, что не служили в армии. Вот. И он два раза убегал. Вот после второго раза он не вернулся. Но он кричал, что он сейчас... Устроит вам. ...всем позвонит и всем устроит. Ну, вышел тот эфир. Ничего не случилось вообще. Ну, и знаете, из формулы ведь ничего не случилось. Да, но только я тогда сказал, что через несколько лет, году так, в 18-м придется и формулу пересматривать, и новую пенсионную реформу проводить, в кавычках. Ну, нет порок в своем одежде. Да, я известный правительство, это все знают. Да, да. Вот. Поэтому, когда сегодня тот же Горлин вылезает, все тот же замдиректора института в Ранхикс и начинает рассуждать по поводу того, что пенсионный возраст нужно повышать, потому как... Вот ровно те же слова, только пазлы, знаете, вот один кубик вместо другого. Тогда была новая пенсионная форму должна, потому что пенсии с возрастом, со временем будут снижаться, и соотношение со средней зарплатой будет уменьшаться. Поэтому нужна новая пенсионная форма, мы ее внедрим, и теперь у нас будет полный Сергей Андреевич, что? Правильно, шоколад. Проходит 4 года, тот же Горлин выходит и говорит, как там этот кубик пенсионной формы, понял? Ну, повышение пенсионного возраста необходимо, потому что пенсия будет снижаться, и соотношение с зарплатой будет год от года все меньше. У меня, правда, возникает вопрос. А откуда вы знаете цифру средней зарплаты к 2013 году? Ну, можно ее, так сказать, экстраполировать просто по графику, линейчкой. Это все равно, что прогнозировать цену на, скажем, нефть. Многие на этом только и живут. Курс доллара, да. Или, например, какими будут следующие санкции. Ведь у вас, я думаю, раз в день точно кто не спрашивает, где будет курс доллара и цена на нет. Нет, нет. Ну, прогнозируйте все, только не ценно. Это уже, по-моему, все выучили. Это не я сказал, это Пол Самуэльсон, Нобелевский лауреат по экономике. Подождите, подождите, подождите. Вот сегодня утром такая же ситуация. То есть какие-то непонятные расчеты, какие-то соотношения к процентам ВВП. Вот с чего мы начали? С рост рыболовства. Эта трафаретка, эта механика, вот этот алгоритм, он одинаковый абсолютно для любой проблемы, которая сегодня стоит перед властью. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что мне вчера или позавчера, непринципиально в данном случае, присылают ПДФ, где представлены расчеты на 11 или 12 страницах по поводу того, какой хороший аукционный принцип. Это опять про рыболовство. Да, да. Вот. Вот якобы по историческому принципу никому это вообще не надо, никакого профита никому не будет, и вообще это неприятно. А вот по аукционному принципу два подхода были представлены, если 50% квот через аукцион, если все 100% квот через аукцион. Но это значит разорение для мелких рыбаков. 60 судов будут строиться, и миллиарды долларов будут расходоваться на эти квоты, и вообще будет не жизнь, а малина в российско-раболовецкой сфере. Я начал смотреть, и первое, что мне бросило глаза, вот говорят, вот если 100% квот распределять, то ежегодно мы будем строить 70 новых рыболовецких судов. Ну я-то ведь, извините. Почему это не так? Это, ну чуть больше знаю, чем они. В ближайшие пять лет таких мощностей на верфях в России просто нет, просто нет. Ну то есть люди просто врут. Это вы сказали, нет. Дальше. Есть предположение, что они врут, Никита Александрович? Дальше. Они начинают говорить, вот квота будет стоить там, ну то ли 25 тысяч долларов за тон, то ли 35 тысяч долларов, но не принципиально. И вот это все приведет к тому, что в бюджет поступят деньги. И я начинаю одно с другим складывать, вот эти суда и суммы, которые получатся для того, чтобы купить эти квоты, и получается 241. 231. Наврал. 231. Миллиард рублей. Это то, что нужно разово выложить. Вот ты приходишь по этим квотам, да, на аукцион, и тебе говорят, ну что там, как у тебя с деньгами-то нормально все? Ну, вообще 231 миллиард привез, все хорошо, он грузовик ставит. Вот. 231 миллиард, при том, что все активы рыболовецкой отрасли, ну максимум 75 миллиардов. То есть это какой-то бред. А ежегодная прибыль 29. Представляете? Но 75 и 29, этого в бумаге нет. Есть только вот эти вот обалденные цифры. Мы получим миллиард 400 за строительство 70 судов. На что? Мы получим за счет продажи квот вот столько-то. Да откуда деньги-то у людей? Они же в банк даже их не пропустят. Почему? Потому что ты что пришел-то? Да я вот кредит. Ой, Никита Александрович, сделаем сейчас паузу, послушаем погоду. Никита Александрович, у нас совсем немного времени осталось, 8 минут. Да, ну так вот, я заканчиваю с этим квотным принципом. Вот 231 миллиард вынь да получше, таких денег нет. И не предвидится, учитывая прибыль. И взять их неоткуда, прибыли нет, в таком виде ничего нет. Но это мы знаем, а там этого не написано. И вот что с аукционным принципом, что по другим вопросам, вот ровно такие бумаги стряпаются с расчетами. По всем вопросам, да? Да, и кладутся на стол президенту. Я написал рецензию на этот план. И, судя по всему, ее сейчас читают. И кому-то надо готовиться к Магадану. Тот, кто принимает решение. Кто-то сейчас более заинтересован будет в погоде в Магадане. Ну, посмотрим, что будет после того, как этот читатель ознакомится с этой историей. Посмотрим. Я больше ничего говорить не буду. Я напоследок должен сказать, что не все так плохо в нашем королевстве. Да, господа хорошие. Потому что вот мы тут косвенно говорили о том, что да вот это не так, то не так. Но вот на этой неделе вышли, я должен это сказать. Должен это сказать, потому что все говорят о том, что у нас государство плохое, что его должно быть меньше. Неэффективно, да, собственник неэффективный. Да, что в экономике только частник. Ну, вот Роснефть опубликовала итоги первого квартала. Посмотрел сразу, готовясь к эфиру, сразу посмотрел на финансовые обязательства. Сокращение на 49%. Что такое финансовые обязательства? Долги? Кредиты. Кредиты, займы, все. Сокращение на 49%. На 49%. Выплаты дивидендов выросли с 35% до 50%. Вряд ли компания, у которой все так не здорово, могла бы пойти на то, чтобы увеличить выплаты от чистой прибыли по МСФО, надо сказать, не по российским стандартам. По российским стандартам это существенно меньше, а по МСФО существенно больше. Вряд ли компания, у которой не все здорово, ну, например, там надо спортивный клуб профинансировать. У Роснефти нету, по-моему, спортивных клубов. Да. Вот. А Роснефть на это пошла. Выручка. Январь-март 2018 года в долларах выросла на четверть в рублях на 22%. Ну, в общем, понятно, что на Рос повлияли цены на нефть, продление соглашения ОПЕК. Но давайте сравним с иностранцами. Давайте. Западный опыт, да, посмотрим. Прирост у Роснефти по выручке 25%, у BP 22,5%, у ExxonMobil меньше 16%. Затрата у Роснефти 3,3 доллара, у BP 7,7 доллара. Ну, здесь на баррель нефтяного эквивалента, но это неважно. 3,3, вот можете себе представить, и 7,7, и у BP. За счет чего? А вот так работает. Причем этот показатель стабилен на протяжении уже многих лет. А если и повышается, то повышается исключительно вместе с изменением, положительным изменением экономических показателей по стране в целом. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, то есть государствам, выросла, но здесь страшная цифра, на 650%. У BP этот показатель вырос на 71%, у ExxonMobil на 16%. Ну и, наконец, свободный денежный поток, то есть деньги, которые остаются в распоряжении компании после вычета налогов кап за трат. У Роснефти плюс 257%, у Shell 228%, у ExxonMobil 78%. В общем, Роснефть лидирует по этому показателям среди всех основных. Среди всех мировых менеджеров. Практически по всем показателям она лидирует. Это к вопросам о том, что а. А. Участие государства в экономике не только вредно, но и полезно. Б. Все зависит не от формы собственности, а от менеджмента. Здесь мы не будем растекаться мыслью по древу. Ну все знают, кто руководит. Ксану, конечно, руководства без нас хватит, товарищей, желающих лизнуть. Третье. Вот что такое санкция. Вот что такое санкция. Ведь Роснефть на протяжении уже четырех лет под санкциями. И ее руководство, кстати, тоже. Тут вот... Но как-то не мешает это понимать? Месяц назад объявили санкции против двух олигархов, против их компаний. Они просят помощи. Да, и тут же все выстроились в очередь. Кстати, надо места уже продавать, занимать и продавать. Ты занимаешь заранее, а потом продаешь? Ну, наш народный аукцион. Я слышал, так делают с яхтами. Занимают места на яхты. А вот почему-то Роснефть в таком не происходит. Да, компания по санкции, да, проблемы. Да, приходится отказываться от сотрудничества с итальянцами, с норвежцами и прочее. Но почему-то по-прежнему она по международной, опять же, отчетности оказывается практически по всем позициям лучше. Вы скажете, а нарисовали? Так там иностранцы работают. Но МСФО, это же... Международный стандарт финансовой отчетности. Там же работают иностранцы на ведущих позициях. Ведь если бы вы рисовали, они бы сказали, вы знаете, что... Ну, это их репутация. Репутация дороже. Мы, наверное, поехали. Где здесь в аэропорт дорога? И только бы мы их и видели. А у нас нет. Никита Александрович, это важный момент. Я хотел заострить раньше. По поводу дивидендов. Пишут, что Роснефть пошла на выплату повышенных дивидендов типа иностранным агентам. На самом деле главный акционер Роснефти государства. Государство, конечно. То есть вот эти дивиденды, они на самом деле идут в бюджет. И это полезно для кого вопрос? Для государства. Понимаете, эта история тянется еще со времен противостояния Роснефти и Лукойла за Башнефть. Тогда были брошены огромные деньги на дискредитацию и компании, и ее руководство. И мы об этом много говорили в прошлом году, когда... И в позапрошлом, когда были, что называется, на острие этого вопроса. Ну, то есть люди вот приходили и буквально там с деньгами говорили, мы перебьем любую сумму. И Система, и Лукойл, и сама Башнефть. Ну, там было понятно, что было, что скрывать. Они бросали огромные деньги на дискредитацию. И вот оттуда идет шлейф вот этого негатива по поводу компании. А вы знаете, они вот это, а вы знаете, они вот то. А вот у них вот такие долги. Да у кого этих долгов нет? Они у всех есть. У всех, даже у вас. Хотя вы будете со мной спорить. Ну, если... Копнуть поглубже. Ну, мы не будем, Никита Александрович. Вы сидели копать. Зачем? Долги есть у всех. Это нормальный хозяйственный порядок работы. С другой стороны, если бы все было не так хорошо, и были бы огромные долги, и нужно было бы расплачиваться, ну, а откуда с 35 до 50 процентов дивидендов по МСФО? Ну, откуда бы они взялись? Можно было, как другая крупная компания, прийти и сказать, а у нас инвестиционные планы. И у нас футбольный клуб. Ой, что-то не кто сказал. Ну, футбол сейчас это важно, Никита Александрович. Не будем. Да, вот поэтому-то, что называется, с языка и сорвалось. Чемпионат мира у нас с вами меньше, чем через месяц. Тем более, вы поняли, насколько я знаю, футбольный, в отличие от меня. Сергей Андреевич, я вас научу. Нет, я не собираюсь. Я вас научу. Я вас научу, и я вам так скажу. Господа, помимо денег в нашей жизни есть ещё кое-что. Ну ладно, 22 миллионера гоняют по полю мяч. Когда меня спрашивали, а какой экономический эффект от введения Крымского моста, я говорю, ребят, а какой он может быть, если это наша территория, и это ещё одна инфраструктура на нить, которая связывает нас намертво. А какой экономический эффект от Чемпионата мира по футболу? Да история, да повышение престижа страны. Вот и всё. А деньгами жить, это пусть Министерство финансов, ребят. Да и то они только в рабочее время. А в остальное они слушают программу «Неделя в цифрах». Сергей Андреевич. Никита Александрович, ну что, на этом мы заканчиваем. С удовольствием. До скорого, да. Читайте телеграм-канал «Антискрепа». И вечерний вечер господина Корнеевского. Да, всё, спасибо большое. До свидания, до скорого. Неделя в цифрах.